Администрация Белого дома сегодня призвала депутатов Конгресса США не ждать до последней минуты и поскорее ратифицировать повышение разрешенного потолка государственного долга. Если не сделать это вовремя, после 1 октября стране грозит финансовый дефолт и падение международного суверенного рейтинга. Однако республиканская оппозиция упорно настаивает на том, что повышение госдолга пагубно для Америки, и что единственный пункт сокращения расходов позиций сторон анализировал Вадим Оленичев. Национальный долг США уже превысил 16 триллионов 700 миллиардов долларов и неуклонно увеличивается, так как Америка ежегодно испытывает бюджетный дефицит. В настоящий момент Конгрессу удается удержать его в рамках установленного лимита, но только постоянным жонглированием средств между различными бюджетными статьями. Законодатели-республиканцы единственный путь видят в масштабном сокращении бюджетных расходов. Однако одна из наиболее крупных статей, бюджет Министерства обороны, уже была значительно урезана в рамках секвестра. Поэтому теперь остается сокращать социальные программы и расходы на образование, за что и выступают республиканцы. Совершенно незачем пугать всех остановкой работы правительства. Давайте утвердим сокращение бюджета, и тогда все заработает как надо. Белый дом выступает категорически против новых сокращений. Министр финансов США Джек Лью во вторник призвал Конгресс образумиться. Он заявил, что каждый день, проведенный законодателями на Капитолии без повышения лимита госдолга, усиливает неясность в мире по поводу того, могут ли Соединенные Штаты расплачиваться с долгами. Если Америка потеряет свою репутацию самой платежеспособной державы мира, финансовый рынок ждут новые и более катастрофические потрясения. В то же время президент Обама и его команда верят, что нельзя поднять экономику, не укрепив беднеющий средний класс. Проблема, которая сейчас существует, это то, что в Конгрессе имеются отдельные лица, которые не хотят позволить экономике развиваться естественно, и пытаются эти процессы искусственно ускорить. Однако ни один серьезный экономист в стране еще не заявлял, что стратегия республиканцев, направленная на сокращение бюджета на образование, медикейр, науку и инфраструктуру, что такая стратегия приведет к ускорению этих процессов. Сейчас лидеры республиканцев предлагают временно продлить финансирование госбюджета до декабря этого года из расчета 988 миллиардов долларов в год. Администрация Обамы, в принципе, согласна на эту временную меру, если оппозиция согласится затем отменить секвестор вообще. Но согласия республиканцев на это пока нет. Более того, либеральное крыло конгрессменов-демократов требует повысить ассигнование немедленно. Это значит, что дебаты на Капитолии могут затянуться до Нового года. Вадим Алиничев, телекомпания «РТВИ».